В 13 часов и 6 минут в нашем городе. Это особое мнение у микрофона Владимир Сметанин. И наше внимание сегодня приковано к Марине Копыриной, президенту адвокатской палаты Кировской области, заместителю секретаря общественной палаты Кировской области Марине Николаевне. Добрый день. Добрый день. Напоминаю нашим слушателям, что и вы можете задавать вопросы гостю особого мнения. Заходите на сайт rkkirova.ru, специальная форма в верхнем правом углу. Есть один вопрос. Сергей интересуется вашему отношению к повышению пенсионного возраста. На этой теме я предлагаю чуть позже все-таки коснуться. А начнем мы с новостей, которые напрямую сказываются на деятельности адвокатской палаты, адвокатов, юристов. Я имею в виду новость о том, что юридические консультации для определенной категории граждан, бесплатные юридические консультации, категория эта прописана в законе, приостанавливаются в связи с недостаточным финансированием. Как развивается ситуация, Марина Николаевна? Ситуация уже на сегодняшний день стабильна. У нас действительно вопросы возникали по финансированию бесплатной этой помощи, поскольку у нас гражданам она оказывается, жителям области, бесплатно, но адвокатам за счет средств правительства области эта помощь компенсирует. Областной бюджет компенсирует. Поэтому мы когда говорили о том, что 500 тысяч нам не хватит на этот год, поскольку видели, насколько стало увеличиваться количество обращений граждан, особенно неработающих пенсионерах, потому что там упрощен порядок предоставления документов достаточного удостоверения, которое адвокат копирует и тут же оказывает помощь. Консультирует, пишет исковые заявления, там иные документы правового характера и сопровождает в суде, если есть такая необходимость. Но нам все-таки 500 тысяч в бюджете было заложено, эти 500 тысяч мы израсходовали за полгода. Это меньше по сравнению с предыдущими годами, так сроку понимать? Если говорить о том, что изначально нам закладывалось по 2 миллиона 145 тысяч в бюджет. И этого хватало? Этого было много, потому что помощь еще только начиналась. Изменения в наш закон Кировской области были внесены в основном в 2013 году, то есть не было дополнительных 6 категорий на сегодняшний день, это уже 8 категорий. Информации не было у жителей области о том, что такая помощь оказывается, кому оказывается. И поэтому это еще пробуксовывало, все тормозилось, и мы эти деньги не расходовали. Но они возвращались в бюджет. Это где-то года 2 у нас так было, потом сумму уменьшили несколько. В прошлом году у нас на финансирование бесплатное общение было ни копейки в бюджете. Не знаю, каким образом выходило с положения Минюст, поскольку финансирование сейчас идет через них. И нам по факту оплачивали. То есть мы за месяц выполняли какой-то объем работ, подводили итог с бухгалтером, мы предъявляли акт выполненных работ в Минюст, и нам этот акт оплачивали. Вот на сегодняшний год, на этот год заложено было 500 тысяч, за полгода они истрачены, когда мы попросили на второй полугодии еще 700 тысяч, ну и реально сколько нужно будет для того, чтобы нам обеспечить всех. Нам заложили 200. Реально эти 200 были потрачены за июль-август, еще у нас августовские некоторые акты не оплачены. Нам было сказано, может быть здесь немножко недостоверная информация, что денег больше не будет, что все потрачено, и поэтому мы, в общем-то, бесплатно работать никто не должен. Мы, по сути, до 2011 года в области оказывали эту помощь бесплатно, и никто нам не компенсировал эти расходы, поэтому мы решили с Советом приостановить оказание бесплатной... Совет адвокатской палаты? Да, Совет адвокатской палаты Кировской области решил приостановить оказание бесплатной помощи на территории области, чтобы привлечь внимание. Потому что мы посчитали, что если мы таким образом не поступим, то компенсации нам до конца года не будет. После этого, это у нас решение было принято 10 сентября. 19 сентября мы встретились, совещание провели Минюст, Управление Минюста Кировской области, Управление Минфина, вернее, Минфин Кировской области. В общем-то, нам сказали, что 300 тысяч, речь идет о 300 тысяч, нам заложат на следующие полугода, на оставшиеся 4 месяца, на 4 месяца оставшихся, чтобы мы продолжали работу. У нас там по постановлению правительства, мы за месяц выполненный объем работ должны были предъявлять и оплачивать. Ну, в общем-то, срок будет немножко нарушен, но обещают, что эта сумма будет заложена. С Владимиром Васильевичем Быковым я тоже разговаривала, он, в общем-то, понимает, что это социальная поддержка населения, что надо сумму увеличивать. Также сказал, что вопрос будет рассматриваться на октябрьском заседании ЗАГС Собрания, будет внесена корректировка в бюджет, то есть эти деньги нам дадут. Поэтому 21 сентября мы провели внеочередное заседание совета, потому что мы понимаем, что, в общем-то, и свои интересы надо защищать, но и интересы жителей Кировской области тоже, в общем-то, для нас небезразличны. Было очень много звонков, особенно из районов Кировской области, почему-то больше вот у Ружум, Вятские поляны. Юг области, да? Да, Юг области, что адвокаты оказывали помощь, там у многих уже, в общем-то, надо было в суд идти с поддержкой, и адвокаты сказали, что пока мы не оказываем, приостановили. Вот исходя из интересов, в общем-то, жителей области, поэтому было внеочередное заседание проведено, так как у нас один раз в месяц совет проходит, и мы на совете 21 сентября решили помощь возобновить. Итого получается, что? Миллион, пятьсот, плюс двести, плюс триста? Ну, на следующий год... Нет, я имею в виду в этом году. В этом году пятьсот, двести, это семьсот, и вот если триста, миллион, да. Этого мало все равно. Ну, этого мало, но речь шла у нас о том, что если даже мы в эту сумму не уложимся, то так как в прошлом году будут, в общем-то, акты выполненных работ по концу месяца предъявляться, и Минюст будет тогда изыскивать средства, за счет чего. А ситуация на следующий, девятнадцатый год, пока еще не ясна? Ну, обещают нам полтора, ну, я думаю, дай бог, чтобы миллион хотя бы заложили, как вот, ну, основная сумма в этом году. А там уже с корректировкой бюджета, потому что корректировка может производиться, суммы эти могут добавляться. Это, в общем-то, даже не столько для адвокатов нужно. У нас есть работа еще по соглашению, у нас еще обязательные дела по назначению, по уголовным делам, которые с федерального финансируются. Поэтому, в общем-то, это нужно жителям области. Это тоже социальные вопросы. У нас область далеко не обеспеченная, у нас очень много людей, которые ниже прожиточного минимума доходы, поэтому для них нереально обратиться с оплатой услуг адвоката. А когда такая помощь существует в области, когда они понимают, что им полностью окажут, потому что даже проконсультировав гражданина, который не юрист, понятно, что он не напишет грамотно документы, он не сможет грамотно отставить свою позицию в суде. Слушайте, а когда региональное правительство, Миниост, раздумывает над суммой, которую заложить на эти вещи, они с вами как секретарь не консультируются? Нет, мы обычно даем свои предложения, исходя из того, сколько мы потратили, сколько было обращений. И с учетом того, что у нас еще две категории добавились, что еще на эту категорию надо рассчитывать. Поэтому мы ведь с нас же просят всегда экономически обоснованные предложения, а не просто так. востребованность этой деятельности ваших коллег, сейчас мы пока не трогаем эти две категории, дополнительно она растет год от года? Да. Все большему и большему количеству эти бесплатные юридические услуги оказываются? Даже по суммам, если смотреть, если мы начинали, когда, ну там, правда, у нас всего один квартал действовал, помощь, когда только приняли закон, там было 43 тысячи истрачено на квартал, потом у нас была сумма 648 тысяч, теперь вот миллион уже где-то к миллиону мы подходим, поэтому понятно, что вот даже судя по суммам, которые есть... Хорошо, еще добавлены категории, да, людей, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи, это одна из последних новостей, в частности, на сайте адвокатской палаты, давайте поделимся, о чем идет речь, о каких людях? Ну, вот у нас было 6 дополнительных категорий, я могу их напомнить, это неработающие пенсионеры, это инвалиды третьей группы, это родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, родители, воспитывающие детей в возрасте до 14, ребенка-инвалида до 18 в неполных семьях, это ветераны боевых действий, и граждане, имеющие статус детей-сирот, детей, оставшиеся без приключения родителей до 28 лет. На сегодня у нас добавилось, мы много об этом говорили, что 3-5 рублей свыше прожиточного минимума, и человек реально помощь не получает. Поэтому на сегодняшний день... За какой-то такой мизерной суммы. Да, на сегодняшний день у нас все-таки нас услышали и сделали среднедушевой доход семей, которых ниже двукратной величины прожиточного минимума. Это тоже добавляет нам тех, кто будет обращаться. И плюс, вот буквально, это у нас изменение было в августе 2016 года, и последнее изменение, это март 2018 года, граждане признаны пострадавшими участниками до львов строительства в соответствии с законом Кировской области. То есть у нас их на сегодняшний день 200 человек признаны. То есть дольщики, которые официально признаны пострадавшими, да, приезд внесены, они тоже имеют право на полное сопровождение консультации, составление документов, сопровождение суда. Слушайте, это ведь очень важные и сложные вопросы. Вопросы очень сложные. И даже не каждый адвокат сможет по этим вопросам консультировать и оказывать помощь. Тут, в общем-то, самые высококвалифицированные адвокаты могут работать по этим вопросам. Уже есть обращения от этой категории? Ну вот, пока на сегодняшний день нет. Но они уже могут, да? Они могут, да. Я просто думаю, что они пока еще не знают о своих правах, и если они ходят, то платно ходят. Потому что пока вот обращения, ну, оплаты, по крайней мере, по таким делам у нас еще не прошло через палату. Вот такая ситуация интересная. Да, и, кстати, перед тем, как уйти на перерыв, мы можем анонсировать завтра день как раз организуется адвокатская палата, день бесплатной юридической помощи. Анонсируйте, пожалуйста. Да, эта помощь, она, в общем-то, всероссийская. Всероссийский день бесплатной юридической помощи. Мы всегда эти акции поддерживаем. У нас будут на базе Молодой гвардии 90 адвокатской палаты Кировской области проходить консультации с 10 часов утра. И мы даем еще своих адвокатов на набережную Грина в управлении Минюста, в приемной президента будут консультации адвокатов. Поэтому, в принципе, мы даже, когда мы приостанавливали оказание бесплатной помощи по гражданским делам на территории Кировской области, мы приемную президента, в общем-то, исключили. Там помощь продолжала оказываться. Потому что, ну, у кого в самом деле вопросы, которые не требуют отлагательства, они могли бы идти туда и поконсультироваться. Марина Копырина, президент адвокатской палаты нашего региона, заместитель секретаря региональной общественной палаты. Подошло время небольшой паузы, мы скоро вернемся. Продолжаем наш разговор. Я хочу напомнить слушателям о том, что все наши программы затем появляются на сайте echokirova.ru. И что касается этого особого мнения Марины Копыриной, то ближе к вечеру сможете его и переслушать, и пересмотреть, и прочитать впоследствии на сайте echokirova.ru. Еще раз напоминаю. Деятельность адвокатов по назначению тоже хочется коснуться этой темы. Я помню, что на протяжении уже многих лет поднимается, в частности, вопрос оплаты труда этих людей. Ну, действительно, если посмотреть эти расценки, ну, очень незначительные суммы. Адвокаты по назначению, напомните, это специалисты, которые, собственно, приступают к делу в случае, если... Ну, это, в общем-то, наш федеральный закон 63-й об адвокатской деятельности, в случае адвокатуры возлагает на Совет адвокатской палаты региона организацию вот такой помощи. То есть те, кто реально не может оплатить услуги адвоката и заключить соглашение по уголовным делам, они имеют право об этом сказать следователю, дознавателю или судье, и они обязаны назначить им адвоката, который будет работать с ними бесплатно. Ну, там у нас система такая, компенсируют адвокату за счет государства, конечно, мизерные суммы, но, тем не менее, компенсация есть. Ну, и если эта помощь оказывается здоровому, работоспособному гражданину, то впоследствии с него в регрессном порядке эти суммы взыскиваются. Не взыскиваются там с несовершеннолетних и с некоторых категорий граждан. Какие-то изменения грядут, собственно, в части оплаты? Ну, это, конечно... Или об этом пока... Мы об этом давно говорим. Унизительно, что адвокат, допустим, за участие за судодень получает 550 рублей. Это, в общем-то, сумма ни о чем с учетом налогов, с учетом того, что нас государство не финансирует, то есть адвокаты свои адвокатские образования содержат за свой счет, они отчисляют в региональную палату, в свое адвокатское образование, в коллегию. Деньги, то есть все содержат сами. И с учетом того, насколько это мизерная сумма, конечно, это унизительно. Но у нас получилось так, что государство нас не слышало. И у нас, по сути, вот в 2002 году был принят закон об адвокатской деятельности. И у нас суммы не повышались до 2008 года, пока, в общем-то, мы не организовались и не провели протестную акцию. Только после того, когда... Ну, там у нас, по-моему, больше 20 регионов участвовало. Это всероссийская акция была, да? Да, всероссийская акция была, больше 20 регионов участвовала. Сейчас уже точную цифру не помню, потому что это 2008 год. И у нас после этого только нам вот до 550 рублей эту сумму увеличили. И, по сути, вот с 2008 года больше никаких индексаций, компенсаций. У нас раньше была привязка к минимальной оплате труда, то есть автоматически повышалась минималка. И повышались у нас там проценты были от минималки. Это было, в принципе, удобно. И государству лишние работы не надо было делать. Это оплата за труд адвокатов. Но почему-то вдруг нас здесь с этого закона исключили. То есть на нас закон о минимальной оплате труда распространяться не стал. И стали вот эти твердые ставки, которые там привязка была к многотомности, многоэпизодности, к сложности делу, к тому, какая категория. Там есть это недееспособные, несовершеннолетние. Свои нюансы. Да, свои нюансы. Поэтому вот и получается, что это очень унизительно и обидно для адвокатов. Сейчас федеральная палата у нас, Ивановская палата, адвокатская правила инициативу, вышла с предложением обратиться к президенту Российской Федерации с тем, чтобы нам повысили эти компенсационные выплаты за работу. Ну, понятно, что все поддержали эту акцию. Сейчас дано правительству задание проработать этот вопрос с Минфином. Речь шла об увеличении до 3000 судодень и участия в следствии в суде. В 6 раз начали, да? Ну, мы, конечно, не обольщаемся и не надеемся, что нам до такой степени сразу поднимут. Ну, вот как последняя информация от президента Федеральной палаты Пилипенко Юрия Сергеевича на последнем совете Федеральной палаты, он сказал, что речь идет о том, что нам с 1 января 2019 года обещают поднять до 900 рублей. Ну, это чисто вот как бы ставка у нас еще плюс районный коэффициент будет, сумма будет немножко побольше. А потом постепенно до 2021 года до 3000. Если хотя бы так будет сделано, это будет уже, в общем-то, большой плюс, если у нас на сей раз обойдется без всяких протестных акций. Потому что мы как адвокаты, мы, в общем-то, противники всех таких мер, забастовочных там движений, протестных движений. И поэтому мы к ним прибегаем крайне редко. И надеюсь, что все-таки, поскольку правительству задание дано, что будет решен вопрос положительным. Кстати, это очень важная, на мой взгляд, тема, но она так широко не освещается. Вот почему, к примеру, в указах президента, нашему президенту, не сказать, в том числе и упомянуть, да, юридическое сообщество. Давайте мы доведем, собственно, до такого-то момента и уровень оплаты, достойных каких-то приличных, приемлемых значений. Насколько я помню, эта проблема особенно остро стоит для специалистов, которые в районах работают. Конечно. Если в областном центре где-то худо-бедно может найти себе, где заработать, а извинения... Здесь есть и соглашение, есть предприятия, которые могут там по соглашению на обслуживание правовое взять. Адвокат может обслуживать несколько предприятий. А там, по сути, вот эта компенсация за участие в делах по назначению, она, в общем-то, составляет основную массу. И у нас получается даже так, что в районах средняя зарплата иногда выше, чем в городе. То есть там идет все через бухгалтерию, открыто через кассу, там уже ничего не спрячешь, не утаишь. Поэтому получается, что... Ну, сумма там, конечно, вот в пределах 10 тысяч. Я думаю, что это для высокопрофессионального юриста, это не та сумма, которой стремиться хочется. Марина Копырьевна, президент Аллакадской палаты Кировской области, замсекретаря общественной палаты Кировской области. Давайте сейчас как раз-таки к вопросам работы общественной палаты перейдем. Третий созыв, его работа, как известно, уже подходит к концу. В завершении октября должно состояться передача полномочий, так сказать, от третьего созыва, от четвертого. В четвертом созыве вы тоже будете работать. Давайте подведем, Марина Николаевна, итоги этой трехлетки на три года, напомню, полномочия от общественной палаты. Что можете отметить, вот такое основное, сделанное или, может быть, не сделанное, что хотелось, но не получилось. Ну, во-первых, хочется отметить вот эта идея, конечно, Александра Александровича Галицких. Мы обычно, секретаря нашего, у нас обычно, традиционно, гражданский форум проходил в ноябре месяце каждого года. Вот, в этом году, по его предложению, он будет проходить 18-19-20 октября, с тем, чтобы в форуме могли принять участие и третий созыв общественной палаты, и четвертый созыв. Поскольку полномочия третьего созыва заканчиваются 25 октября, а полномочия начинаются с 26 октября, ну, в принципе, состав уже четвертого созыва известен, он утвержден. Поэтому все желающие из четвертого созыва также могут принять участие в форуме. Ну, что у нас интересно, у нас, конечно, появилось право законодательной инициативы общественной палаты, которые мы, в общем-то, не злоупотребляем и используем только в тех случаях, когда мы знаем, что это надо не только нам, но и обществу, и когда мы знаем, что нашу инициативу поддержит ЗАГС область. Закон об общественном контроле, да? И вот сейчас мы подготовили поправки в несколько законов Кировской области. Это о выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области, о выборах депутатов Законодательного собрания Кировской области и в закон Кировской области о выборах губернатора Кировской области. Речь идет о наблюдателях. То есть, если мы в этих выборах участвовали как наблюдатели, либо от депутата, либо еще каким-то образом, то сейчас, поскольку федеральный закон принят и предоставлено право и Палате Российской, и региональным палатам общественным своих наблюдателей посылать на выборы, то есть это третья группа наблюдателей, которая появилась официально, законно, то мы решили, что в нескольких регионах, наверное, в 12 или в 13 уже эти законы приняты о том, чтобы были наблюдатели от общественных палат. И мы сейчас тоже выходим с ассоциативой, чтобы в наши вот эти законы Кировской области внесены были тоже положения о том, что от общественной палаты Кировской области будут наблюдатели на выборах губернатора, на выборах ЗАГС-собрания, на выборах муниципального уровня. Сроки внесения этих поправок в областный парламент? Пленарка у нас прошла, одобрили, так что я думаю, что вот в ноябре, так, октябрь у нас еще, да, в октябре, значит, в первом слушании, я думаю, они пройдут, а в ноябре во втором, то есть на 19-й год мы уже выйдем с законами, с поправками, и следующие выборы, которые будут уже в 19-м году, мы уже можем участвовать в качестве наблюдателей. Согласитесь ли вы с секретарем Александровичем Галевских в том, что, а он недавно был у нас здесь в гостях, как раз мы о новом созыве ОПКО говорили, он прям по процентам подсчитал, сколько, так сказать, старожилов в общественной палате из созыва в созыв, сколько были в третьем, сейчас будут в четвертом, и сколько абсолютно новичков сейчас будет в четвертом созыве. Их там приличное количество. Считаете ли вы это положительным моментом? Ну, вы знаете, у нас... Новичков в общественной палате будет... К сожалению... Или каждого человека нужно отдельно там обсуждать, принесет он пользу, не принесет он пользу. Сложно об этом говорить, потому что, в общем-то, всегда в качестве кандидатов, да, выдвигаются, в общем-то, достойные люди, да, общественные организации выдвигают тех, кого знают, тех, кто каким-то образом в своих организациях себя проявил. Но потом получается так, что некоторые считают, что быть членом общественной палаты – это почетное право, и не считают нужным участвовать в жизни палаты. В лучшем случае они ходят... Как почетное звание, да? Да, как почетное звание. В лучшем случае они у нас ходят на пленарные заседания там, общественные палаты. В комиссии там иногда появляются, поскольку я возглавляю на протяжении уже девяти лет комиссию по общественной экспертизе, этике и регламент, то мы иногда своих коллег таких приглашаем на заседания нашей комиссии, но у нас властных полномочий никаких абсолютно нет, мы чисто по-дружески, по-товарищески начинаем уже речь, что ребята, раз вы избрались, так давайте будем работать, а если вы не хотите работать, то давайте тогда будем выходить и уступить место тому, кто хочет поработать, принести пользу к какой-то обществе. Поэтому очень бы не хотелось, чтобы у нас вот эта ситуация повторялась, потому что иногда бывает на заседаниях комиссии, к стыду нашему, больше приглашенных членов комиссии определенной, потому что вот такого не было, может быть и лучше, что у нас настолько обновился состав, молодежи уже много появилось, у которых, в общем-то, есть здоровые идеи, которые, в общем-то, уже и на первой пленарке немножко как бы тут показали. Ну, у нас не пленарка была, а организационное собрание. Вот, уже как бы свои какие-то мысли, идеи начинают выдвигать и говорить об этом. Думаю, что будут работать, потому что, ну, костяк остается, куда без Валентины Павловны Ивановой, которая, в общем-то, уже, как... Российский детский фонд, в нашем отделении, да. Да, Нина Николаевна Ершова, Ткачев Олег, в общем-то, я вот даже не представляю, честно говоря, как без них бы работала Павла. Ну, и много-много назвать нужно тех вот старожилов, о которых вы говорили, что действительно они и работают, и пользу приносят, и где-то даже и материальную помощь, потому что вот у нас, когда проходят форумы гражданские, как правило, денег у нас на них нет. Поэтому кто вот... Ну, мы помним эти истории, когда буквально... Поэтому приходится скидываемся, приходится просить директоров заводов, которые у нас есть в палате, которые могут реально помочь, поэтому... Ну, а личные планы? Я не могу не спросить про, возможно, планы заявляться на секретаря честного палата 4-го созыва. Секретаря однозначно нет, потому что попытки уже моих коллег были, выдвижения. Да, мы помним. Я просто, поскольку у меня профессиональные все-таки две организации, адвокатская палата и Кировская областная коллегия адвокатов, это, в общем-то, самые большие на территории области, плюс я еще член совета федеральной палаты адвокатов, и у меня вот в последнее время, к сожалению, часто совпадают мероприятия, которые федеральная палата проводит, в которых я обязана участвовать, и здесь мероприятия. Поэтому физически просто не получается, не успевается. Еще и ассоциация юристов России есть, я тоже замсекретаря, поэтому зампредседателя. Поэтому, в общем-то, секретарем однозначно нет. И потом у нас есть мудрый руководитель. Вот дай бог, чтобы Сан Саныч согласился и продолжил. Сан Саныч, когда мы его спрашивали, будете ли вы, Сан Саныч, претендовать на эту роль, он тоже как-то не сказал. Но если он, кстати, будет заявляться, вы его поддержите? Поддержите. А мы с ним однозначно об этом и говорили. Когда вопрос стоял, я, в общем-то, думала, идти мне в 4 СССР или не идти. Я с ним так и разговаривала, что если вы пойдете, то я готова продолжить с вами работать. Если нет, то, в общем-то, может, молодым уже уступить стоит место. Потому что работы-то ведь многое интересно. Вот группа по контролю за ремонтом и содержанием дорог, в сфере ЖКХ, Центра общественного контроля, они ведь очень много работы проводят. И разъяснительные для граждан, и учебу для управляющих там компаний, специалистов, которые в домах занимаются там. По-разному они называются на сегодняшний день, но тем не менее. Семинары всякие, круглые столы проводятся. По ремонту дорог выезжают вплоть до того, что смотрят сами. Губернатор у нас вводил в 2015 году сразу. В комиссию в эту. Поэтому я думаю, что такие вот комиссии должны жить и работать. И понятно, что там без инициативных и молодых, которые могут в любой момент подхватиться и выехать. У нас же общественная палата не только города Кирова, а на области. И дороги смотрим по области. Кстати, какая сфера такая открытая, понятная, доступная, еще не охвачена таким вниманием, на ваш взгляд? Задумались над этим вопросом? Вот дороги, да, контролируется ЖКХ, да. А может быть, что-то вот еще взять такой активный контроль? Ну вот, урбанистика, мы об этом говорим. Урбанистика? Да, потому что это, в общем-то, и Светлана Занько об этом уже говорит не раз, и другие члены общественной палаты 4 СССР. Вот, кстати, на организационном собрании этот вопрос поднимался, как бы уже идея-то прозвучала, что, в принципе, вот никуда эту тему не подсоединить. Думали тоже, что и окружающая там среда, еще там что-то. Но реально это настолько большой объем работы, что это должна быть отдельная комиссия. И работает тут действительно много вопросов, много там такой пласт, в общем-то, не поднятый на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что такая комиссия, скорее всего, не знаю, как она еще будет называться. Какое-то такое звучное название, вы думаете, урбанистическую полицию? Нет, полиция нет. Да, это там государству уже надо привязываться. Поэтому название еще подумают, как это назвать и как оно будет звучать. Но, по крайней мере, тема, вот чем будут заниматься уже, понятно, что это нужно. Потом вот по окружающей среде у нас тоже, к сожалению, Марата Ашеровича не стало, который у нас учил. Да, увы. Специалист такой большой, который не боялся поднимать самые острые вопросы по природе, по окружающей среде. Но у нас осталась Тамара Яковлевна Ашихмина, которая, в общем-то, не возражает эту комиссию возглавить. Но вот вопрос, кто войдет. Потому что, в общем-то, как таковых специалистов в этом созыве, в четвертом, Бурков, к сожалению, Николай Аркадьевич не вошел. Но я надеюсь, что мы его увидим в качестве эксперта. Поэтому, если у нас не будет комиссии по контролю за правоохранительными, то у меня, как бы, появляется возможность, как юрист могу просто поучаствовать тоже в комиссии по защите окружающей среды. Ну, не знаю тоже, как еще ее назовут, потому что, как бы, направление основное обозначено. Комиссии вот восемь из тех, которые на сегодняшний день, как бы, думают, что они будут жить, может быть, с другими названиями, может быть, где-то какие-то комиссии объединятся. Но вот основная работа, которая проводилась и которая уже, в общем-то, ну, я считаю, была эффективной, то вот эти направления надо сохранять. У нас небольшой рекламы сейчас будет. Марина Копырина, президент адвокатской палаты Кировской области, замсекретаря региональной общественной палаты. Вернемся через минуту. Продолжаем разговор, с каким-то подковыристым вопросом обратился слушатель Святослав Марины Николаевны. Несут ли адвокаты, он интересуется, какую-то дисциплинарную ответственность, если, видя, что дело заведомо проигрышное, за него берутся, обещают выиграть. И цену, наверное, накручивают на этом, да, и берут деньги с людей. Но вы сказали сейчас в перерыве, что, безусловно, вы некий кодекс чести, то он присутствует, и вы можете догонять и устроить. Да, у нас есть кодекс профэтики адвокатов, который был принят еще на первом съезде адвоката в России и который корректировался на протяжении этих лет. У нас, во-первых, уважающий себя адвокат, он никогда не будет обещать результата, потому что невозможно все предвидеть по тем документам, которые принес себе обратившийся за помощью, потому что есть еще вторая сторона. И иногда первое впечатление, когда изучишь документы одной стороны, складывается одно, а потом в процессе, когда появляются какие-то непредвиденные доказательства, какие-то дополнительные свидетели, там еще какие-то документы, то картинка может поменяться кардинально в противоположную сторону. И поэтому адвокат, когда заключает соглашение, он никогда не может гарантировать какой-то результат своему доверителю. Он должен объяснить, во-первых, все подводные камни, которые могут по этому делу появиться. Если там какие-то такие вопросы спорные, мы всегда рекомендуем в соглашении эти вопросы оговаривать и дать доверителю дополнительно расписаться о том, что ему вот эти положения были разъяснены, чтобы потом вот таких не было претензий. Что иногда приходят, говорят, что ой, да сходите с нами, но может получится, все-таки вы юрист, может что-то там как-то мы сможем выиграть. Потом, когда в конечном итоге проигрывают, денег становится жалко, потому что адвокат берет деньги не за результат, а за тот труд, который за ведение дела. Поэтому, когда оказывается, что проигрыш, начинают доверители жаловаться, что вот там проиграли, вот адвокат это обещал, это сделал. Когда есть соглашение, в котором четко все расписано, это, в общем-то, подстраховка и для адвоката, и для доверителя, который обратился. Если там четко написано, что должен сделать адвокат, и мы, когда дисциплинарку возбуждаем по жалобе доверителя на адвоката, мы проверяем, выполнены ли условия соглашения. Если не выполнены, значит, все, извините, адвокат за это получит дисциплинарное взыскание, вплоть до прекращения статуса адвоката, если это грубое нарушение. Или приостановление. Нет, мы не приостанавливаемся. У нас есть замечание, предупреждение, прекращение статуса. Понятно, но достаточно же восканавливаться. У нас ситуация была по Мутнинску, когда адвокат взял 500 тысяч за условно-досрочное освобождение, от доверителей стал бегать. Мало того, что молодой человек, которому он оказывал помощь, оказался там в репрессивном положении в колонии, попал в ШИЗО, вместо того, чтобы помочь, в общем-то, оказалось все в противоположном направлении сделано. От родителей стал бегать, скрываться. Они приезжают из Москвы, он в офисе находится, они видят, что он там, машина стоит, по звонке не отвечает. Было возбуждено дисциплинарное. У нас, к сожалению, нет полномочий на возврат гонорара. Это можно сделать только через суд. Но мы ему прекратили статус за однократное вот это грубое нарушение. В общем, вы его обрезали. Да. Ну, вовремя обрезали. На сегодняшний день он сидит за мошенничеством. Ух ты. Ну, как говорится, в семье. Ну, не без урода. Что делать? В каждой профессии есть свои издержки. Да, безусловно. Четыре минуты, пять минут у нас остается. Все-таки давайте ответим на вопрос слушателей Сергея, который поинтересовался вашей позицией по поводу повышения пенсионного возраста. Задал человек такой вопрос. Накануне, как известно, Госдума одобрила во втором ключевом чтении. Далее. Как это положено, Совет Федерации, президент должен быть уже, да? Я категорически против этого. Понимаю, что это не только моя позиция. Но, тем не менее, если государство задумало эту реформу, я думаю, что она все равно будет, ее проведут. В общем-то, мы все смотрим на Запад, что там пенсионный возраст в этой стране там такой-то, в Германии там такой-то. Но давайте посмотрим еще и на те условия, в которых работают в Европе. Нам еще далеко до этих условий. Если уж говорить о повышении пенсионного возраста, в первую очередь надо, наверное, создать условия, в которых люди могли бы с учетом повышения пенсионного возраста трудиться. И у нас получается так, вот это лично мое мнение, что государство просто снимает с себя обязанности по обеспечению социально трудящихся пенсионеров. Потому что, по большому счету, люди просто будут не доживать до этого возраста. И я не думаю, что на сегодняшний день, пока мы говорим о повышении общего возраста пенсионного, что потом не станет вопрос о повышении возраста по специальным категориям. То есть это там и шахтеры, и еще категории, там, допустим, правоохранители, которые сегодня там у них есть годный стаж 20-летний, что его не поднимут до 25 лет. То есть это будет потихонечку все внедряться. Сначала нам говорят одно, потому что вот большой веры государства уже нет. Так же, как с пенсионными, со всеми реформами, тоже вроде бы хотелось на благо людей в плане исчисления пенсии. В итоге получается, что чем дальше, тем хуже. Кстати, у адвокатов есть какие-то льготные пенсии? Нет. У нас нет абсолютно льготных пенсий. У меня вот на сегодняшний день 15-800 пенсий, но это как бы с учетом того, что я еще преподавала в четырех вузах. То есть у меня были дополнительные отчисления за счет вузов. Плюс у меня ребенок-инвалид первой группы, это полторы тысячи плюс пенсии. А средняя пенсия у адвокатов это 9-11 тысяч. О, как! Поэтому у нас адвокаты работают до того, пока многие носят, как говорится. Не потому, что это прям такая огромная любовь к профессии, хотя, конечно, ее тоже не исключишь. Но, тем не менее, согласитесь сами, на 15 тысяч, на 12 не проживешь. Ну, это безусловно. Просто зачастую, знаете, телеканалы и прочие средства у нас информации рассказывают о каких-нибудь звездных адвокатах, которые в солидном возрасте там хорошо выглядят, еще ободрятся и оказывают услуги. Ну, это Москва, Питер, понимаете, там, где есть большие доходы, понятно, что там, как говорится, себе обеспечили будущее. Зачем пенсия? У нас, когда вопрос поднимается, пенсионное обеспечение адвокатов, потому что, по большому счету, адвокат это тот человек, который, особенно по уголовным делам и с туберкулезниками, там, с открытой формой вынужден общаться, потому что по назначению, допустим, работает. Надо, потому что исполнять свои обязанности. Да, надо исполнять свои профессиональные обязанности. Поэтому у нас бывали случаи, когда адвокаты заболевали там болезнями определенными, этим же туберкулезом, потом долго лечились. То есть в изоляторе посещение тоже там ни сахара, ни мед, будем так говорить, хотя на сегодняшний день, конечно, условия намного улучшились по сравнению с тем, что было, когда я начинала в 80-х годах работать. Ну, тем не менее. А пенсионное обеспечение адвокатов тоже, в общем-то, вопрос никто не решает, потому что мы вроде бы негосударственные, потому чего мы хотим от государства. Но я всегда говорю, ребята, сколько мы государству проплатили, пока мы работаем. То есть это отчисление у нас же, мы приравнены по многообложению предпринимателям, эти же самые твердые денежные суммы в большом размере, эти же вузы, в которых у нас многие адвокаты преподают, отчисляют. То есть те деньги, которые мы саккумулировали государству для себя на будущее, дайте нам только в достойной сумме, а не, извините, 10-15 тысяч. А как Вы относитесь к тому, что я вижу анонсы, и уже по всей стране, у нас в городе массовые акции, собственно, где люди будут высказывать недовольство о повышении пенсионного возраста, они продолжатся. Вот у нас на субботу, например, общегородской митинг планируется, там и оппозиционные партии собираются участвовать. Это повлияет как-то уже, или всё, Госдума принимает? Ну, я думаю, что... Или какие-то политические очки зарабатывают? Это чисто, наверное, зарабатывание действительно политических очков, потому что первое чтение прошло, ну, там поправка, второе уже прошло с учётом снижения возраста женщинам, да, поправка эта внесена. Но, в принципе, это было предполагаемо изначально, когда проект был, что мужчинам там на пять, женщинам на восемь, понятно было, что эти три года сбросят, тут даже и протестовать не надо было. Поэтому я не думаю, что это каким-то образом повлияет существенно на то, что всё-таки задумано и то, что делается. Но, не знаю, ещё вот... Миллион подписей президента. Нет, речь идёт о том, что там ещё мало того, что повысится пенсионный возраст, ещё законопроект якобы внесён в Госдуму о том, чтобы вот этот возраст, который между старым пенсионным и новым пенсионным, когда человек не может работать, ему негде работать, его обязаны будут содержать дети. Меня уже по этому поводу тоже спрашивали, я сказала, что это вообще нонсенс. Потому что, по большому счёту... Зачем вы в семейные дела-то будете? Да. Если отношения между детьми и родителями нормальные, тут не надо никаких законов. Они так будут помогать, содержать и всё остальное. А если они этого не делали, то вы их никаким законом это делать не заставите. Потому что там вот решение суда даже, то служба пристава никогда не исполнила. Спасибо. На этом завершилось время нашего разговора. Марина Капырина, президент адвокатской палаты Кировской области, заместитель секретаря региональной общественной палаты. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.